Всем привет! Ну что, выбрался я поквочить немножечко здесь в городе, но что-то пока поклёвок нет. Взял паузу. Я здесь видел самов, играл по краю ямы тут сом, поэтому я решил тут поквочить. Ну посмотрим, пока не было выходов. Поэтому меня очень многие спрашивают вот сейчас под видео рассказать про снасти. Дело в том, что вообще-то каждый вот прошлый год, позапрошлый год я снимал видео про то, чем я ловлю. Собственно говоря, ничего пока не изменилось на этот счёт. Всё то же самое я ловлю всеми теми же снастями, какими и ловил. И я так думаю, что я сделаю у себя вот на канале отдельный альбом, в который выложу все видео именно касательно ловли сама. Ну а так вот, в принципе, вкратце, что могу сказать. Всё то же самое, чем ловил. Удилище Catfish от iLite фирмы. Оно метр восемьдесят, тест до ста двадцати грамм. Меня оно вполне устраивает в наших условиях. То есть, довольно такой кончик. В принципе, он не сильно мягкий, но и такой упористый. Катушечка у меня здесь стоит, Акома, Seymour с байтранером. Шеститысячник. В принципе, меня тоже устраивает. Единственное, у байтранера бывает, вот когда отщёлкиваешь, ну вот когда даёшь это, в какой-то момент бывает отщёлкнешь, а он закусывает, то есть он не отщёлкивается. Вот какой-то бывает момент. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это особенность байтранеров. У моего тестя тоже такой затык есть. Второе удилище у меня. Трабука. Sea Rider. Вот такой вот. Тест у него до двухсот грамм, насколько я помню. Где-то написано. Два десять, да, до двухсот грамм теста. Катушка здесь стоит Shimano, байтранер. Единственный ниван, знаете, какой. У Акумы, чтобы шнур пошёл, нужно отщёлкнуть назад. А у Shimano надо наоборот вщёлкнуть. Тогда шнур будет уходить. Почему с байтранерами? Потому что у нас сом вот зачастую летом бывает настолько осторожный и малоактивный, что подходит, берёт за самый-самый краешек и начинает медленно тянуть. И вот если он чувствует вот это сопротивление, он сразу бросает. Поэтому я перешёл на катушки с байтранерами. Опять же, я бывает, что к вочу, а сам по сторонам пялюсь и даже на удильник не смотрю. А здесь слышу, пошёл шнур. Ну, значит, пошёл. Здесь у меня в качестве оснастки, так побыстренько, стоит одно грузило двухунцовое. И здесь стоит унцовое грузило. Отдельная вот такая короткая вставка из толстого флюрокарбона. Зачем? Затем, что я могу всегда, допустим, если не глубоко и тихо, нету никакого течения ветра, я могу вот это просто лишнее грузило убирать и ловить с одним грузилом. А так вот в толще воды всё-таки снасть с двумя разнесёнными грузилами, она как-то более плавно, на мой взгляд, работает. Ну, мне так больше нравится. То есть тут, смотрите, я всё это говорил и в прошлом, и в позапрошлом году. Просто если кому-то лень искать, ну, посмотрите это видео. Вот. При этом я использую довольно мощные карабины, которые в своё время покупал для троллинга. Потом троллингом мне ничего-то не зашло, и я не стал бы ловить. Карабины очень мощные, вот эти вот. Поэтому мне лично вот хватает здесь по полной программе, потому что у нас здесь сама особо крупного тут нет. На 17 я ловил вообще без проблем. То есть эти карабины меня не подводили. Совершенно. Поводки я, я лично, опять же, поводки я делаю из флюрокарбона. Не знаю, кто что говорит, кто делает просто из поводкового материала, не знаю. Я как-то вот начал с самого начала делать из флюрокарбона. У меня 0,47 флюрокарбон. Он ещё, в принципе, вяжется, только единственное, что я все узлы капелькой суперклея закрепляю, и всё. Беспроблемно вяжется. Делаю вот такие оснастки с двумя крючками. Почему? Потому что я, допустим, на нижний могу надеть ракушку, а на верхний могу надеть пучок червя. Ну, то есть какие-то две разные насадки. Как-то так вот мне больше нравится. Вот, допустим, тесть мой, он использует одинарники. И, причём, использует довольно некрупные одинарники. По старой привычке, как он привык ловить на донке. Вот он ставил некрупный одинарник, пучок червя. Но я заметил, у него сходов больше. И он упорно не хочет переходить на более крупные крючки или вот на такие двойные оснастки, как у меня. Вот не хочет, и всё. Старая школа привык ловить с одним крючком. Его право, его право. Мне не нравится. Я просто вижу, что сходов у него всё равно больше. Крючки у меня, ребят, ну вот, овнар неплохой. Потом, вот я не знаю, как эта ферма называется, но вот такие вот. Также неплохие вот эти гамакатс-крючки. Сейчас ещё покажу. Жарко, жарко. В принципе, очень хорошие крючки, которые мне очень нравятся, это вот эти крючки Хикара. Отлично. Крюки прям зашибись. Ну и кайман. Кайман ещё у меня есть. Что интересно, я уже об этом говорил. Очень сложно заказывать, допустим, те же крючки в интернет-магазинах. Потому что вот две-три разных фирмы, вот они будут писать, допустим, вот это 4.0. И вот это, допустим, 4.0. А они могут по размеру совершенно быть непохожими. То есть вот так за глаза брать крючки очень сложно. Потому что вот крючки для сравнения тоже 4.0. Вот 4.0. Вот и сравните. Ух, там что-то плещется прям хорошо. Сейчас распечатаю. Вот, ребят, разница. Вот Хикара 4.0. А вот и другая фирма 4.0. Вот, пожалуйста. Как вы будете заказывать их по интернету? Никак. Потому что вы никогда не получите то, чего хотите получить. Крючки всегда надо брать в магазине и смотреть глазами. Потому что вы должны представлять, какого он размера и какая у вас будет насадка. Картинка в интернете вам ничего не даст. Все крюки разные у всех фирм. Бесполезно пытаться это что-то придумать. Ну и грузила. Грузила у меня обычные оливки. Единственное, я вот как вот здесь стараюсь усаживать в термоусадку, в трубку термоусадочную, так лучше. И раньше, вот кто посмотрел мои ранние видео, я делал вот такой октопус. Это я уже на него бусинки навязал. Специально как такая замануха, которая привлекает сама. Много есть видео у ребят с Волги, которые тоже ловят вот с такими. Я даже не знаю, не помню точное название, но каждый называет по-своему. Смысл не в этом. Смысл в том, что я заметил. Действительно, во многих видео я видел, что если ставишь вот такую фигню, замануху, то поводочки делают вот такие короткие. Не длинные, как у меня, а короткие. Потому что, когда я ставил с октопусом, на эхолоте, на экране, я очень часто видел, что сом проходит мимо наживки и подходит именно к октопусу. То есть я вижу, как он идёт, три линии у меня нарисовано на эхолоте, вот он к средней линии, к октопусу подходит. Вот. Поэтому вот в этом случае я, наверное, попробую. Сделаю вот такой короткий поводок и попробую половить вот с этой штукой. Специально бусинки повесил. Жарище, ребят, жарище. Тридцать уже, наверное, сейчас. Поплыву домой, наверное. Сейчас посмотрю, если окунь не будет выходить, может, спиннинг покидаю. А так, в общем-то, Это такой, это был такой краткий, краткий экскурс по моим вот снастям, именно под Самёнка. А за сим пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте всё, что хотите. Пока. А, ну мелочь. Опа. О, вот это покрупнее. Ну да. Да, это судачок. Ух ты, блин. Опа. Моя балка в жёстких условиях в таких невозможно, очень жарко. Что на том берегу А уехать не могу. Незаметно рыбаку Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!